Сегодня я проведу небольшой экскурс по работе своего отдела. Чем занимается отдел? Это формирование информации, содержащейся на индивидуальном лицевом счете. Что такое индивидуальный лицевой счет? Это электронный документ, в котором содержится информация о ваших пенсионных правах. Это информация конфиденциальная и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан. До 2013 года информация, содержащаяся на лицевом счете, вы могли узнать о ней из писем счастья. Это почтовое извещение о состоянии индивидуального лицевого счета. На сегодня, начиная с 2013 года, есть несколько очень простых способов узнать информацию, содержащуюся на индивидуальном лицевом счете. То есть это с помощью электронного сервиса личный кабинет гражданина, с помощью мобильного приложения ПФР, через клиентскую службу пенсионного фонда, через портал госуслуги и через банк, если банк, в котором вы обслуживаетесь, имеет такой сервис. Что еще я хочу сказать, это про школьников грядут школьные каникулы. В период летних каникул многие старшеклассники и студенты предпочитают не только отдохнуть, но и устроиться на временную работу. Для этого молодым людям необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, то есть зеленую пластиковую карточку. И последняя тема, которую хочу я озвучить, это получение заработной платы в конвертах. Вы рискуете остаться без пенсии, если согласитесь на получение зарплаты в конверте. Официальное трудоустройство и получение официального заработка играют первостепенную роль в формировании будущей пенсии работающих граждан. Тем не менее, случаи неофициального трудоустройства и выплаты заработных плат по серым схемам до сих пор встречаются довольно часто. С одной стороны, это негативно отражается на налогах и сборах, взносах в небюджетные фонды, включая пенсионный фонд. С другой стороны, неофициальное трудоустройство и теневая заработная плата больно ударяют по будущей пенсии работника. Фактически, при определении права гражданина на пенсию оценивается его трудовой путь. Это важнейший принцип, прослеживается в ключевых нормах действующего пенсионного законодательства. Основным видом пенсии в Российской Федерации является страховая пенсия по старости. В рамках ее формирования каждый год официально отработанных гражданином учитывается в виде количества заработанных пенсионных баллов. Количество баллов зависит от суммы взносов, начисленных работодателем за своего сотрудника на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22% от фонда оплаты труда. Соответственно, при формировании пенсии учитывается только официально на ее трудоустройство и официальная заработная плата. Для приобретения права на страховую пенсию по старости, помимо достижения пенсионного возраста, необходимо выполнять выполнение двух важнейших условий наличия официально отработанного страхового стажа на 2017 год не менее 8 лет с увеличением требования к количеству лет стажа до 15 к 2024 году и приобретение минимального количества пенсионных баллов с 11,4 в 2017 году и до 30 баллов в 2025 году.